Дорогие друзья, приглашаю вас на мой первый вебинар, который будет посвящен актуальным вопросам ортопедической стоматологии, а именно изготовлению ортопедической конструкции на имплантаты. Я работаю с имплантатами системы Семодоз Бега с 2003 года, каждый день и с несколькими пациентами. Это основной вид ортопедической конструкции, который мы делаем в нашей клинике. Мне есть, что вам рассказать. Все, что я буду рассказывать, это только мой личный опыт и моя работа. Хочу сказать вам, что метод дентальной имплантации зарекомендовал себя как основным способом лечения и реабилитации пациентов с отсутствующими зубами. Но вопросы интеграции имплантатов, они не вызывают ни у кого сомнений в том, что это действительно есть, что имплантаты могут функционировать десятилетиями и срок их использования не ограничен. Но то, что мы делаем на имплантаты, в какой-то период времени нуждается в какой-то коррекции и замене. И о том, как это будет сделано, во многом зависит срок работы, срок пользования ортопедическими конструкциями. Я расскажу вам о том, какие технологии мы используем в нашей клинике, как правильно подготовить полость рта к установке имплантатов, к протезированным имплантатам, о коммуникативных моментах с врачами-имплантологами, с зубными техниками, чтобы мы все работали в одной команде и у нас был один единый подход. Как правильно выстроить план лечения и подобные вопросы. Большое внимание я уделю вопросам формирования мягких тканей на имплантатах, как необходимому условию для изготовления эстетических конструкций, не только функциональных, но чтобы была и розовая эстетика. Посредством чего можно формировать мягкие ткани, в каких случаях это необходимо, а в каких не обязательно. Какие абатменты лучше использовать? Кэткам абатменты, стандартные абатменты, абатменты из диоксида циркония, какой цемент выбрать, какая фиксация предпочтительнее, цементная или винтовая. Везде есть свои плюсы и минусы. Будет очень интересно, я жду вас!